Продолжаем с вами разговор о послании Филимону и давайте попробуем собрать некую дополнительную информацию. Перед нами несколько человек, которых мы знаем пока только по именам. Причем один из них это адресат послания это Филимон, один из них главный герой послания, тот человек, которому просит Павел, это Анисим. Давайте посмотрим, что мы узнаем о Филимоне и об Анисиме из дополнительных источников, из библейских словарей. Я раздал библейские словари, давайте прочтем сначала из обоих словарей статью о Филимоне и попытаемся, попытаемся выяснить, вычленить из нее самое главное. Пожалуйста, кто нашел в своем словаре о Филимоне? Если есть, если нет, так скажите, в нашем словаре о Филимоне нет ничего. Дома вы можете в интернете эти вещи искать, естественно также. Филимон, христианин в колоссах, который, представляя свой дом для собраний и оказывая любовь нуждающимся, показал свою верность. Его беглый раб Анисим попал в Рим и уверовал там во Христа через проповедь Павла. Он был отправлен апостолом обратно к своему господину одновременно с Тихиком, посланным в Эфес и колоссы. А где находятся колоссы? Рядом с Эфесом. Где находится Эфес? Рядом с колоссом. Рядом с колоссом. Рядом с территорией Турции. Представьте себе расстояние от Рима до Турции. Сколько они должны были пройти? Так, а и в другом словаре что-то о Филимоне есть? Нет, здесь только послание. Послание. Хорошо, давайте посмотрим послание Филимона. Что они нам говорят? Тут много. Послание Филимона адресовано также Апфии и Архипу. Однако подразумевается, что главный получатель все же Филимон. И явствует это из следующего. Кроме заключительных фраз послания, где используется местоимение второго лица множественного числа, обращенное ко всем трём адресата, во всем текст и употребляется местоимение второго лица единственного числа, обращенное главному получателю, который, несомненно, является Филимон. Упоминание Павлом домашней, твоей, единственное число церкви, недвусмысленно свидетельствует, что имеется в виду отдельное домовладение. Таким образом, не исключено, что эти три человека были родственниками. Возможно, Апфия была женой Филимона, а Архип его сыном. Послание к Филимона по объему чуть больше простой записки, насчитывая на греческом языке 335 слов. По характеру едва ли сильно от неё отличается. Хотя в послании нет никакой богословской аргументации, написано оно с определенных богословских позиций. Средоточено на новых взаимоотношениях с обращенным в вере Анисимом, по плоти и в Господе. Богословская предпосылка состоит в том, что при обращении в веру даже раб становится одинаковой, ценой, становится одинаково ценной частью тела Христова, членом христианской семьи. Да, что раз ты всех любишь, а вот он стал одним из святых. Соответственно, ты должен будешь любить его. Согласно этой предпосылке, во Христе больше нет ни рабов, ни свободных. Павел ранее писал коринфским верующим, что кто бы ни был призван в Господе как раб, становится свободным Господа, а призванный в Господе свободный, становится рабом Христовым. Послание к Филимону, как и в начале всех посланий Павла, за исключением послания к Титу. Читателям напоминается, что каждый христианин есть раб Господа нашего Иисуса Христа. И так далее. Здесь автор уже уходит немножко в комментарии на послание к Филимону и рассказывает вам, что это такое. Хорошо. Про Анисима есть что-то у нас? Есть. Пожалуйста, чуть-чуть. Анисим, то есть беглый раб Филимона, был упрощен Господу через Павла и послан имправдно к своему хозяину Филимону с письмом. И все? И все? Да. Интересно, есть ли что-то в другом посла, в другом энциклопедическом словаре? Может быть и нет. Мой вопрос к вам для домашнего задания. Может кто-то и знает сейчас ответ на этот вопрос. Что означает имя этого раба? Что значит имя Анисим? В вашем словаре, в большом словаре, который у вас в вашем ряду, нет ответа на этот вопрос интересный? Годный. Откуда вы знаете? Вот, значит, в Женевской Библии написано. Так. Анисим означает годный. Полезный. Годный. Годный, полезный. Где Павел обыгрывает это имя в тексте послания? 1,11. Пожалуйста, прочитайте. Он был никогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. То есть после своего покаяния он стал соответствовать своему имени. Он стал годным. Как мы с вами в комментариях нашли его имя. После своего покаяния, после покаяния Анисима, его суть стала соответствовать его имени. Есть такая басенка. Не знаю, было это на самом деле или нет. Это такой анекдот в историческом смысле слова. О том, как к Александру Македонскому привели солдата дезертира пойманного. И Александр его спрашивает, как тебя зовут? Как имя твое? Солдат говорит, Александр. На что великий военачальник ему отвечает, измени имя или измени сущность. То есть именуясь, называясь таким именем, ты не имеешь права иметь такую сущность. Вот здесь и имя этого беглого раба оказывается достаточно важным. Значит, получается, что Павел пишет из Рима, из заключения, обращаясь к Филимону, у которого дома колосская церковь собирается. И параллельно есть еще и послание к Колоссиным, в котором упоминаются и некоторые те же самые люди, о которых говорится и послание Филимона. И он пишет, потому что направляет беглого раба, направляет этого самого Анисима, покаявшегося, и просит принять. Вот в вашем словаре сказано о том, что богословского содержания в этом послании практически нет, но есть определенные богословские предпосылки. Эти богословские предпосылки мы с вами и увидели. Но давайте вернемся к началу и посмотрим, как характеризует апостол Павел себя, кто вместе с ним пишет это послание опять-таки, и как он характеризует адресатов этого послания. Давайте посмотрим первые несколько стихов, чтобы найти ответ на эти вопросы. Павел узник из Русска Христа. Да, узник. Да, за Иисуса Христа, страдающие за Иисуса Христа, в узах за Иисуса Христа, и Тимофей брат. И опять-таки характеристика получателей. Филимону, возлюбленному и сотрудника нашему. Помните, мы говорили о вере и любви? Вот вера и любовь начинаются с отношений между Павлом и Филимоном. И Апфи, сестре возлюбленной, опять-таки то же самое. И Архипус, подвижнику нашему. И домашней твоей церкви. Значит, любовь и сотрудничество. Любовь и, если хотите, сослужение. Следующее приветствие вы уже помните. Мы говорили о нем в прошлый раз. Благодать и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дальше молитва, о которой мы уже говорили также. И молитва, связанная с посланием. В каком стихе он переходит к сути своих стихов? В 8 стихе. И давайте с вами пытаемся составить план основной части этого послания. Посмотреть, как Павел строит свои аргументы. У него есть два варианта. Два варианта действия. Какие? Либо приказать, либо просить. Либо приказать, либо просить. На каком основании он может приказывать? На основании своего апостольства. Бывают ли в нашем случае, вообще в нашем общении с людьми, бывают ли в нашем общении с людьми такие случаи, когда мы можем приказывать? Мы имеем полное право этого человека приказывать. Если да, то приведите пример. Отношения, в которых вы можете, это, кстати, авторитетно сказать, все, я вам обязан будет делать. Ну, относительно греха, допустим, может быть, пастор может приказать просто-напросто. Да, пастор может приказать, пастор имеет определенный авторитет. Конечно, это не авторитет Апостола, но все же вопросы какие-то можно решать чисто в приказном порядке. Смотрите, Павел этим путем не идет, он решает просить. Прошу тебя о сыне моем Анисиме. Вот он идет путем просьбы. Дальше, как он подходит дальше к этой просьбе? Во-первых, как он характеризует отношения между собою и Анисимом? Очень близкий. Родил я в вузах моих. Я не уверен, что многие из нас, даже о наших духовных учениках, могут такими выражениями сказать. Я родил его в вузах моих. Я вспоминаю совершенно замечательный курс здесь, в колледже, в 98-99 годах. Сергей Попов, Сергей Малов, Андрей Зайченков, Валерий Гутеров. Слушайте, куда не поглядишь, все пасторы. Вот выросли, понимаете? Я вспоминаю отношения вот эти и лекции, и занятия, которые были. И как Сергей Попов жаловался, мне казалось, что он жалуется. Вот нужно все работать, сейчас нужно много писать, много всех дел делать. А потом еще вечером ехать в другой конец города к Гузелик, переводчице. И я думаю, бедный Сергей, как он мучается. Потом, правда, домучился. И уже много лет Сергей и Гузель, муж и жена. В другой конец города ему больше ехать не надо. Вопрос решился очень просто. Вот, я вспоминаю эти времена. И да, есть определенная, ну такая, ну не знаю, привязанность что ли к этим людям. Какая-то, ну вот встретишь Валерия Николаевича, это всегда что-то особенное. Но есть и более близкие отношения. Есть ребята, с которыми мы встречаемся каждую неделю для того, чтобы общаться, для того, чтобы вместе молиться. Но сказать так, как Павел говорит, в вузах моих родил его, я не могу ни об одном из них. И все-таки Павел такое выражение использует. Потому что для него очень дорог Анисим. Итак, сын, которого родил некогда в вузах. А дальше отношения между Анисимом и Филимоном. Мы с вами уже сказали о том, что Анисим был беглым рабом Филимона. Теперь из исторических документов, даже из школьного курса истории. Какие права в Риме имел раб? Никаких. Значит, одни обязанности. Более того, уж ладно в Древней Рим, но еще во времена рабовладения в Америке, когда в Америке были рабы и негры, серьезные христиане писали исследования, которые называли, допустим, так, «Есть ли у раба душа?» То есть вопрос серьезно изучался. И были люди такие прогрессивные, действительно прогрессивные, которые доказывали, что у раба душа-таки тоже есть. Другие говорили, что это слишком смелое, дерзкое предположение, какая же у раба душа. Вот, это в XVIII веке, друзья мои. Что уж говорить о Риме I века. Раб, ну, был примерно так же, как просто собственность. Его можно было убить, а уж беглого раба, задолжавшего раба, не просто можно, а нужно было убить, как пристреливают паршивых собак, или как пристреливают бешеных животных, бешеную скотину. Вот то же самое. Значит, чтобы осознать все то, что здесь происходит, нам надо этот момент понять, и современным языком мы это выразить вряд ли когда-то сможем, потому что никакому другому человеку мы сегодня уже не относимся так, как они относились к рабам. Вот этот раб убежал, этот раб сел, скорее всего, попал в тюрьму, или, по крайней мере, он каким-то образом встретился с Павлом в Риме, этот раб покаялся, этот раб возвращается обратно, и теперь вместо того, чтобы его наказать, его надо будет принять. Вот какая аналогия. Одна студентка после занятий ко мне подошла и говорит, вы знаете, а я могу это перевести на современный язык, язык моей жизни. Я говорю, очень интересно, как? Она говорит, понимаете, когда я была еще маленькой, отец от нас с мамой ушел. Я все детство о нем скучала и мечтала, чтобы был папа в жизни, и его не было рядом. Мне было грустно, потому что мне казалось, что вот у всех есть, а у меня нет, почему так? И то, что я помнил об отце, он маму бил, он насорал, в общем, тоже было тяжело. Потом, когда я стала христианкой, мысль о том, что Бог – отец, у меня мурашки по коже, потому что вот такой образ отца был непростой. Так вот, говорит, я недавно узнала, что мой отец, он живет далеко в другом городе, покаялся. И вот, вы знаете, я знаю, что скоро он к нам приедет. То есть мне сказали, что он к нам собирается приехать. Вы помолитесь за меня, пожалуйста, потому что я не знаю, что мне делать. Она говорит, вот это послание к Филимону ко мне прямо сейчас, вот в этот момент моей жизни. Смотрите, что она сделала. Она прочитала послание, она поняла суть конфликта, который здесь. И Бог помог ей перебросить мостик между древним конфликтом вот в этом послании к Филимону и той ситуацией, которая в ее жизни сейчас происходит. Она понимает, что она должна принять своего отца, она понимает, что она должна ему простить, потому что он действительно уверовался, он уверовался, он решил восстанавливать отношения с семьей настолько, насколько это возможно. А ей тяжело. То же самое, может быть, в меньшей степени переживает каждый из нас, когда наш самый близкий человек нам делает больно. Понимаете, какая вещь? Ведь чем ближе к нам другой человек, тем больнее он нам может сделать. Если какой-то неизвестный дядька на улице скажет, что ты идиот, скажите, вы же обидитесь, что ли? Да нет, конечно. Вы пройдете дальше. Кто-то даст в ухо, кто-то не даст в ухо. Пойдет дальше. Если то же самое скажет или что-то такое сделает близкий человек, вот чем ближе, тем больнее. Вопрос. А как прощать? И где взять силы для того, чтобы простить? А он не достоин прощения? Правильно. Если бы он достоин прощения был, то прощения не было бы прощения, оно было бы заработной платой. То есть ты заработал, я тебя прощаю. Он не достоин прощения, но Бог нас просил, когда он простил, когда мы были прощения и достоин. Вот мы призваны прощать. Вот вам послание Филимону. Теперь дальше Павел продолжает эту аргументацию. Он говорит, на самом деле, очень интересно. Он был для тебя негоден, теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. То есть я делаю это дело, то, что от меня зависит. Ты же прими его. Как мое сердце. Прими как человека, который мне дорог. Когда этот раб переступит порог твоего дома и даст тебе это письмо, соответственно, отреагируй соответственно образом. Дальше он даже говорит о своем пожелании. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в вузах за благоуставание. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Иными словами он мог сказать Филимон, короче, как хочешь, а я его оставляю себе и считаю это своим служением. Ну, это то же самое, что я подхожу к Вадиму, я достаю у него кошелек, достаю все содержимое кошелька, но если не получу при этом по физиономии, бросаю это пожертвование и говорю, какой жертвенный брат этот Вадим. Вот это вопрос, добровольного или недобровольного деяния. Павел готов был бы оставить, но тогда деяние Филимона не было бы добровольным. Его бы заставили это сделать. Как-то мне пришлось видеть рекламу, извините за вот этот ужас, ну, вот интересный мир, в котором мы живем, христианского казино. То есть одна церковь, решив привлечь неверующих людей, устроила христианское казино. И в рекламе были такие слова, что в нашем казино ничто не проигрывается. Все, что вы проиграете, пойдет в пожертвование Господу. Здорово, да? Это красиво. Как человеку такое может прийти в голову? Ну, проиграли деньги, деньги в фонд церкви, все нормально. Ты же пожертвовал, пожертвовал, ты не проигрался. У тебя просто жертвенный дух проснулся. Вот апостол Павел говорит, что если ты что-то сделаешь, то это должно быть добровольно. Поэтому я выслаиваю тебе. И опять-таки, продолжая разговор, говоря о применении, мы можем сказать о нашей христианской жизни, и о тех людях, которые нам даны, с которых мы отвечаем, мы их как приучаем? К добровольному служению? Или мы их вынуждаем, мы их манипулируем? И получается, да, вроде бы они послужили. Вот я этому человеку сказал, значит, если ты сейчас не пожертвуешь 10 тысяч рублей, то ты спасение потеряешь. Чтобы спасение не потерять, он не есть, а все 20 тысяч отдаст. Или он от души хочет служить, у него есть желание служить, он может проявиться. Дальше. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба. Брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе. И по плоти, и в Господе. Значит, вопросы о том, есть ли у раба душа, отдыхают раз и навсегда. Что тут будет принятие. Принятие как брата. Вот послание по-настоящему революционное. А мы его читаем, как, я столько раз это читал, я уже давно это знаю. Итак, если ты имеешь общение со мною, а это не сомнение, это если, в смысле, раз, поскольку, поскольку ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Обратите внимание, как Павел фактически делает Анисима своим представителем. Несколько раз это же было сказано, что вот ты любишь меня, вот прими его, люби его. Прими, готов принять меня, прими его. Павел-то Павлом, Павла я приму, а этого... Не, 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 простите. Помните, кстати говоря, как Иисус говорил ученикам о том, что принимающий вас принимает и меня. Принимающий учеников принимает Иисус Христа. Вот это представительство четко прослеживается. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. А теперь то, что дальше у нас есть, это древняя юридическая формула. А это записка, как говорится в комментарии, в энциклопедии, которую мы с вами сегодня читали. Но это еще и расписка. Смотрите, что он говорит. Я, Павел, написал моей рукой. То есть это, собственно, ручная подпись, заверенная подпись. Я заплачу. То есть он официально, юридически дает документ о том, что он заплатит долг другого человека. Что он заплатит по счетам другого человека. Что это такое? Аналог чего? В богословском плане. Кто сделал аналогичный поступок? Иисус. Да. Значит, Павел показывает на практике, что значит подражать Христу. Правда, дальше он и говаривается. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Скорее всего, покаяние Филимона связано с служением апостола Павла. То есть, вообще говоря, ты мне должен еще больше. Но я все равно заплачу. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Вообще, очень хорошо, очень убедительно написана эта записка. «Надеюсь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Иногда люди говорят, что «ну, смотрите, как он манипулирует Филимоном». Нет, скорее всего, он очень хорошо знает его. Он пишет как знакомому человеку, он пишет как любимому человеку, по-настоящему любимому. «А вместе приготовит для меня и помещение, и комнату. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть, он собирается приехать к ним, соответственно, увидев, как это все сделано, как выполнено его указание. И, соответственно, в заключении приветы. Приветы, приветствия — обычная часть послания, новозаветного послания. Тут есть, правда, очень интересный момент в приветах. 24 стих. «Марка, Ристарк, Димас, Лука — сотрудники мои». Ну, с Лукой все понятно. С Ристарком, Димасом мы сейчас не будем разбираться. А Марк, это что за Марк? Что про этого Марка мы знаем? Евангелист. Это Евангелист. И еще кое-что про него интересное было. В начале служения апостола Павла. Он отказался с ним идти. Он когда? Расскажите нам, Валерий, эту историю. Вы, наверное, помните. Я сейчас не могу вспомнить. Я знаю, что отказался, и Павел не взял во второй миссионерской путешествии. Павел ходил с ним, это Иоанн Марк, Павел ходил с ним в первом миссионерской путешествии. А перед вторым, об этом говорится в конце 15 главы «Деяния апостолов», между Павлом и Варнавой даже спор разгорелся из-за Иоанна Марка. Павел говорит, что этого человека с собой брать нельзя. А Варнава готов его взять, и из-за этого они даже разошлись. Павел пошел в одну сторону, Варнава пошел в другую сторону. Значит, из-за Марка рассорились Павел и Варнава. И вот в конце служения, значит, скорее всего, там были оскорбленные чувства, все что угодно. И в конце служения Павел называет Марка своим соратником. И Марк, упомянутый в этом послании, послании Колосиным, также, он участвует в служении апостола Павла. Павел на практике знал, что такое прощать. И тут вам еще одно применение этого послания. Что делать с братом, который вас серьезно подвел? Серьезно подвел. А потом вы увидите его покаяние. Причем вы увидите, что покаяние искреннее. Доверять этому человеку трудно. Но он просит вас о прощении. Да, такое прощение требует времени. Но вот мы смотрим на то, что происходило с Павлом. Мы смотрим, что сделал он в своей жизни, что сделал Господь для него и через него. И мы смотрим и видим, что Господь сделал для нас. И понимаем, что такое прощение действительно возможно. Вот получается послание апостола Павла. Если мы с вами серьезно изучаем послание, то все вот эти планчики, на все эти вопросы нужно ответить. Все эти планчики нужно заполнить, говоря о послании. На этапе применения мы делаем выводы. И еще мы пытаемся как-то творчески осмыслить это послание. Может быть творчески передать его другим людям, донести послание. Многие из вас лично знают нашего дорогого брата Сергея Попова. Уже лет 10 назад в другом курсе, правда, мы изучали вместе с ним послание Филимону. И вот в качестве творческого применения Сергей Попов взял и написал песню по посланию Филимону. Ну там были такие интересные товарищи на этом курсе. Илья Фадеев тогда написал изложение послания галатам стилем «Страфой Евгения Онегина» и «Онегинской страфой». Вот такие вещи бывают. Вряд ли это сохранилось, к сожалению, но очень здорово было. Вот. Попов написал песню по посланию Филимона. «Прощение и итог, прощение и итог любви Христовой, что в тебе живет». И действительно, в припеве здесь очень четко сформулировано. Смотрите, у Павла было. «Я возлюбил тебя, проявили его к другому человеку». Получается, Христос возлюбил нас, простил нас. Значит, и других людей мы призваны прощать. Трудно? Да. Возникает иногда по плоти желание не простить. Боже, еще как. Не просто не простить, а возгреть свое собственное чувство обиженности. Как меня бедного или бедную оскорбили. Созидает это чувство обиженности нас? Да нет, оно нас разъедает изнутри, как червь подтачивает. Знаете, яблоки лежат изнутри, начинают загнивать, потом бочок у него гниет. Какой вывод, какой выход? Да, собственно, только один. То прощение, о котором мы с вами сегодня читали. Мы с вами попробовали воспользоваться методами изучения посланий, методами чтения посланий на конкретном тексте, на небольшом послании. То же самое, выделяя основные эпизоды, выделяя основные истории, основные темы, говоря о авторе, о героях посланий, о получателях посланий. То же самое вы можете сделать с любыми другими посланиями, к чему я вас, собственно, и призываю. И, между прочим, говоря о жанре посланий, мы с вами уже охватили большое количество, большое число новозаветных текстов. В общем-то, разобрав с вами только этот жанр, мы уже охватили большее число книг Нового Завета. Пока не по объему, может быть, текстов, но большее число книг Нового Завета точно. И вот эти принципы вы можете использовать дальше для изучения этих книг. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»